всем привет сегодня начнем разбираться ну да можно сказать разбираться с семейком то есть будет несколько уроков ну думаю как базовые знания вполне себе подойдут ну а как профессиональные знания то вряд ли по семейку есть книги они могут сказать даже и не дешевые и книги довольно большие это можно сказать целое искусство но мы вкратце разберем что такое семейк и и и разберем это на нескольких примерах то есть будет несколько видео но так как у нас сегодня первое то что ж такое семейк семейк то есть мы сегодня создадим простой семейк файл и попробуем с помощью него что-нибудь собрать так вот семейк это кроссплатформенная система автоматизации сборки программ из исходного кода что вам надо давайте этот увеличу ну как минимум вам у вас должна быть установлена программа семейк вот я у себя терминале набирая семейки мне говорят что мол ты опции не указал значит она у меня есть кроме всего надо еще такая программа как мэйк мэйк тоже вон у меня установлена ну и понятное дело что компиляторы должны быть ну все зависит от того что вы будете собирать ну об этом чуть позже так вот сам семейк не занимается сборкой вон только генерирует файлы для сборки и в основном это файлы вот такие мэйк файл а вот из мэйк файла уже специализированная программа мэйк начинает собирать конечный конечную цель то есть это библиотека это там может быть это какая-то программа и все такое так вот на семейк также может генерить проекты для различных и доешек чё там по моему можно вот так вот написать же в и в данном случае на моем конкретном компьютере он может сгенерить на основе определенного файла вот такие файлы вот для вот таких вот и доешек k-develop 3 катя какой-то eclipse коделайт коды блок и и еще какие-то саблайм и что такое под windows конечно же можно сгенерить будет под visual studio но об этом если захотите попробуйте потом сами да ну а мы продолжим первый выпуск семейка был в 2000 году и он развивается по сей день так как семейк очень популярен в силу своего удобства но если сравнивать написание файлов семейка и файлов мэйк файлов то есть у семейка конечно же это гораздо проще и проще разобраться чё там и как то есть я бы сказал что это небо и земля так вот содержимое семейк файлов пишутся на скрипте ну его можно можно сказать он похож на баш или не на баш но 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 это такой макро язык ну давайте просто вот комментарии начинаются вот с символа решетки кроме генерации проектов или мэйк файлов семейк также умеет искать умеет искать на различные библиотеки которые требуются проекту есть библиотека или нет ну есть возможность известить об этом пользователя и примеру прекратить дальнейшую генерацию либо вообще сборку семейк может генерить собственные файлы содержимое которых может зависеть от конкретной операционной системы конкретной операционной системы ну и в чем фишка семейка ну одна из фишек да с помощью семейка вам больше не нужно поддерживать отдельные настройки специфичные для вашей среды компилятора то есть у вас есть одна конфигурация и она работает для многих сред кроме того всякие умельцы и гуру семейка могут без труда настроить написать семейк и рядом файлы с помощью которых возможно на компиляция проекта на одной машине для разных платформ но для этого понятное дело нужны будут разные компиляторы но под линуксом это возможно скачать силенг скачать минговый компилятор для windows вот и особыми там заклинаниями создать семейк файлы создать баш скрипт и в результате вы получите на полностью собранный проект под все платформы но это уже отдельные священные знания вот ну что ж сегодня давайте на коммент вот так вот говорил и написал с ошибкой ладно сегодня напишем простой семейк файл для простой программы которая будет читать параметры командной строки ну давайте можно узнать версию семейка первым делаем семейк так по моему если вот так вот это тоже будет версия нет значит вершин вот у меня версия сейчас 3.10.2 так но для чего эта версия надо но в документации там на официальных сайтах можно посмотреть ну там добавляются всякие фичи они пишутся поддерживается семейка такого-то или такого ну давайте приступим первое семейк минимум то есть это мы сейчас указываю то есть мы уже начинаем создавать первый наш семейк файл и здесь мы укажем какая минимальная версия нам нужна потому что некоторые фичи доступны там с каких-то ну обычно обычно ну давайте я оставлю 2 и 6 этого можно не писать но семейк будет на это ну как он будет возмущаться но продолжать работать будет вот то есть это как бы хороший стиль соответственно мы указываем что мин если версия семейка будет меньше чем чем 2 и 6 то соответственно вам терминаль об этом напишется и работать ничего не будет так сохраним этот файлик сохраним этот файлик давайте создадим лес он 1 и все файлы должны начинаться ну иметь имя вот такой си майк лист . txt вот есть дальше название проект но название проекта вот так вот с помощью такого макроса project и наш проект будет называться к примеру семейк и экзампл-1 его дальше можно будет использовать в проектах ну а в скрипт точнее в строках ниже да чтобы каждый раз не писать вот это либо к примеру вы измените имя и потом по всему семейку менять это не очень удобно соответственно его дальше можно будет использовать вот вот так вот такая будет переменная то про джек то есть этот макрос там установит эту переменную для этой переменной вот такое имя и дальше может можно его использовать везде и повсеместно так также можно установить версию стандарт ну мы сейчас установить это можно сделать либо вот так вот сет семейк так это си xx это знаешь мы устанавливаем версию си плюс плюса стандарта так стандарт и к примеру 11 стандарт либо же можно это сделать вот вот так вот я сейчас я сейчас сет ну то есть с помощью флагов семейк лакс и вот здесь чтобы не перезатерлись предыдущие флаги если они были установлены там в каких-то других семейк файлах то обязательно вот так вот пишем то елки и к примеру стд равно си плюс плюс пусть там 98 ну потому что я здесь кстати не пробовал 98 она вроде руна или пробовал он ругается тут можно остановить 0 3 11 14 17 а как 98 фиг его знает ну короче тут кто такой эту мелочи так вот можно установить либо вот таким способом либо вот вот таким то есть с помощью передачи определенных флагов компилятора соответственно вы уже поняли это передаются флаги компилятору и здесь можно устанавливать другие флаги по типу там включать ну там не знаю примеру чтобы компилятор то есть включить все предупреждения все ворнинги но давайте это сделаем это точно так же и там насколько я помню по моему в в пол вот есть можно о 2 еще это не с большой по моему да это уровень оптимизации так так есть файлик мы сохранили что делать дальше мы здесь только указали минимальную версию семейка как называется проект установили стандарт и некоторые флаги установили но ну 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 теперь нам надо создать какой-нибудь 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 какую-нибудь программу исходный код что ли давайте main и вот здесь так давайте я напишу а потом продолжим так тут я написал написал ну как написал что-то скопировал у меня было заготовки понятное дело вот это простейшая программка которая будет читать аргументы если их количество равно единички значит будет выводиться там справка справка где у нас справка вот будет печататься ну короче сейчас увидеть и еще тут добавил семейк ну для первого урока наш семейк лист здесь добавил тип сборки по умолчанию по моему идет и не помнит дебаг по моему ну сейчас проверим дальше указал вот установку стандартов вдруг кому-то пригодится да там начинают 98 0 3 11 4 17 а вот это один y это означает самую последнюю версию стандарта использовать и эта установка для c++ флага точно также можно устанавливать для си если у вас проект ну довольно часто бывает такое и си и c++ файлы есть соответственно и библиотеки сишны есть и c++ и где-то нужно использовать же же плюс плюс такой-то версии а где-то жить и си к примеру ну конкретно для генерации объектных файлов написанных на языке си где-то надо использовать к примеру определенную там версию 8 90 по моему нету этой это у меня наверное осталось в качестве тестов или короче пусть будет а 95 нету он был как расширение ну ладно не буду сейчас в этом вдаваться так потом смотрите по поводу флагов да я тут кое-что еще добавил можно добавить вот такие объявления указал флаги компилятора либо вот так вот либо вот вот так вот ну тут по 2 давайте я добавлю о о 2 дальше теперь смотрите это все хорошо это сейчас это все мы настроены да мы тут настраиваем можем устанавливать свои перемены и все такое теперь что дальше вот вот это вот этот макрос файл глоб что это означает это означает собрать в один список все файлы по регулярному выражению здесь к примеру переменную создается вот такая переменная cpp с добавляются все файлы по вот такому вот шаблону звездочка .cpp то есть все файлы в директории где валяется cmake list будут найдены все файлы .cpp ну аж файлы добавлять не надо потому что объектные файлы генерятся на основе cpp вот так вот в эту переменную добавляются все файлы по такому шаблону и дальше с помощью вот этого макроса мы говорим создать исполняемый файл потому что можно еще add library сделать это создаст библиотеку но об этом будут ну будет показано в других видео такой теперь смотрите вот мы используем project name то есть который мы указали вот у нас cmake example 1 ну и я версию тут изменил как увидите так вот cmake example 1 дальше и вот здесь мы подсовываем все наши файлы которые cmake найдет то есть можно либо вот так вот установить set тогда надо все файлы перечислять либо написать вот так тогда на все они все будут найдены вот дальше add executable ну то есть создать исполняемый файл бинар можно либо вот так вот соответственно вот здесь ничего не придумывать а вот здесь просто перечислить все файлы но это неудобно потому что проекты разрастаются и вот здесь каждый раз добавлять эти файлы не очень удобно вот ну либо так либо вот так да то есть с помощью перемены восстанавливаем переменную и в нее то есть тут можно вот так вот перечислить все файлы но я думаю если вы поиграетесь вы разберетесь ну либо же вот так вот да с помощью этого макроса файл и он с помощью регулярки найдет и так чё нам надо сделать нам надо перейти так я еще я еще не собирал сейчас куда но вот тут вот и смотрите у нас здесь валяется cmake лист текста и main cpp ну чтож что нужно для того чтобы запустить генерацию make файла ну а потом непосредственно сборку для этого там где валяется вот этот файлик нужно запустить программу cmake и поставить точку вот как вы видели произошла какая-то генерация теперь давайте перейдем сюда как мы видим здесь было здесь было намусорено и это нам не нужно это нам не нужно это нам не нужно вот создается мусор как его избежать проще всего создать папочку build вот перейти в нее и из нее непосредственно запустить cmake то есть две точечки поставить можно запускать этот cmake совсем с другого места только самое главное ему передать путь туда где лежит вот этот cmake ну попробуйте да я буду делать так то есть я создал папочку build зашел в нее и дальше семейку говорю вернись на уровень выше там найди сим ну вот одна точечка на уровень выше а когда 2 когда две точечки то он переходит на уровень выше короче находит там cmake лист текста и генерит давайте запустим что у нас было обнаружено было обнаружено компиляторы си компилятор для языка си 6.4 версия для c++ 6.4 но версия же си си ну и короче тут настроечки всякие были проверить есть теперь смотрите был сгенерен майк файл вот это уже си мейком он был сгенерен тут его читать не будем теперь нам достаточно просто запустить майк а бача а чё такое это наверное 0 так а чё он не нашел о 2 так вроде что 2 не понял где-то я что-то втыканул походу не он не на флаге ругается он ругается на вот так вот приехали видите как я рюм не обманул я короче нет о да это я с флагом втыканул а чё почему это ж вроде о о 2 ладно не об этом короче смотрите вот все у нас собралось и на выходе мы получили исполняемый файл теперь давайте его запустим семейк дик замп как видите его запустил без параметров и вывелось вывелся у нас help можно запустить с параметрами аж то же самое а если ошибемся то ничего не будет и чё еще там программа делает а и она парсит входную строку ну да больше ничего не делать ладно есть теперь смотрите на размер у нас 14 килобайт и ну 14 тысяч триста тридцать шесть байт сейчас проверим а то я не помню по умолчанию этот дебаг или релиз если 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 мы сейчас поставим релиз то по идее если по умолчанию был дебаг то по идее размер должен уменьшиться давайте это сделаем запустим еще раз семейк не димая не смейка мэйк не 14 088 тогда получается по умолчанию у нас генерится дебаг сборка они по умолчанию релиз генерится сейчас у нас 65 килобайт почти что я понял короче по умолчанию у нас генерится нет по умолчанию релиз сейчас еще раз мэйк да вот 14 336 по умолчанию генерится релиз если мы не установим обратного если не установим какой-то странный релиз по умолчанию почему-то сейчас я установил релиз и и чуть чуть меньше в байтах какой-то релиз по умолчанию а не не а не знаю короче не суть так вот по умолчанию все равно релиз генерится то есть вот так вот мы можем установить либо же это передается в командной строке там надо написать семейк потом что-то дэс семейк я не помню билд там и и все такое но это все можно задать вот здесь дальше смотрите могут быть файлы cpp а также могут быть файлы си для этого ничего сложного нету мы можем добавить но я уже вы добавлю здесь то есть вы можете вот здесь через запятую ну через пробел по написать еще файлы ну к примеру сишны да но я буду делать вот здесь мне вот вот так вот проще в макросе задим регулярку для файликов си точка си и давайте си с что ли тогда получится как у си шар по расширению ладно без разницы так и давайте давайте вот так вот если думаю вы понимаете да вот этот макрос вот глоб он вот здесь ищет ну там где семейк валяется все файлы cpp добавляют и все файлы си аж и hpp добавлять не надо потому что и вы знаете что объектные файлы генерятся на основе вот этих вот исполняемых не но мы можем указать аж файл если ваш файл и будет короче реализация ну с этим извращаться не надо теперь давайте создадим какой-нибудь си файл давайте вот просто вот такой файл вводит статик не не статик как будто бы будет это внешняя функция которая будет как будто бы доступна и давайте тест напишем тест и и и и просто и просто просто тест короче и давайте создадим так где она вот тут вот тут файлик тест . си вот есть 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 и теперь давайте его а его добавлять имя не надо все у нас хорошо так давайте перегенерим лучше вот на этот момент когда у нас добавился новый файл лучше это все почистить ну сделать полную перегенерацию так тест си мэн си пи 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 есть давайте вызовем си мэйк а потом мэйк как мы видим был собран объектный файл тест си и мэн си пи пи о и дальше все это скомпоновалось и и и и и теперь у нас есть и исполняемый файл эти объектные файлы вот они генерация вот вы видите есть тест си . о мэн си пи пи . о ну и все остальные файлы которые ну нужны ну 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 на наверное на сегодня все то есть целом в целом я думаю вы немного уже если вы не знали познакомились да ну а дальше следующих видео мы дойдем ну день я не думаю что урока будет много но штук 3-4 еще будет то есть мы дойдем обязательно до создания библиотек до создания библиотек наверное ну и до их подключения вот ну а на сегодня все это все конечно же где-то будет репозиторий скорее всего репозиторий будет называться си мэйк да вот будут валяться вот эти вот примерчик поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока